Правительственная комиссия в Москве подводит итоги восстановления восьми районов Иркутской области, пострадавших этим летом от небывалого паводка. Владимир Путин, а вслед за ним и Виталий Мутко, высоко оценили работу команды Сергея Левченко. А жители затопленных городов и поселков дали ему звание народный губернатор. Детали и цифры в репортаже Антона Кириллова. 24 июня начала подниматься вода в реках Приангария, и 25 числа они вышли из берегов. Уже в тот момент началась спасательная операция, но 30 июня пришла новая вторая волна паводка, и стало ясно, что это климатическая катастрофа регионального масштаба. 200 на 300 километров, 8 районов, 109 населенных пунктов, 5000 домов смело, а фундаментов не осталось. За 2-3 недели восстановили всю инфраструктуру и порядок организации управления. Назовите мне второй пример. Под руководством Сергея Левченко люди работали по 12 часов в сутки, без выходных, чтобы успеть как можно быстрее спасти и вывести людей из затопленной зоны, а следом наладить снабжение городов и поселков. За несколько суток восстановили электроснабжение, водоснабжение, тепло, чтобы канализация была, чтобы дороги были везде, чтобы мы не прерывали вопросы питания, чтобы не увеличивалась цена на продукты питания, чтобы был порядок. Все, кто участвовали в выполнении этих очередных задач, они сегодня с определенным удовлетворением уже могут оглянуться назад. В затопленных районах удалось избежать эпидемии и падежа скота. С помощью МЧС и Росгвардии были разобраны завалы, а люди оказались накормлены и согреты. 90% из них, а уже даже 95% из этих граждан подали заявление на получение соответствующих сертификатов. Где-то уже 85% получили сертификат на руки. 1200 семей уже приобрели жилье на вторичном рынке в других муниципальных образованиях. На данный момент уже спланированы два новых микрорайона, размечены участки и заложены фундаменты новых домов, куда переселятся жители зон глубокого подтопления. К ноябрю следующего года все они должны справить новоселье. В самих городах запланировано строительство новых защитных дамб, а также очистка русел рек для того, чтобы в будущем избежать нового сибирского потопа. Антон Кириллов, Красная линия.